В России вступил в силу закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций. В этом году в ряде регионов появятся собственные программы страхования жилья от чрезвычайных ситуаций – пожаров, наводнений и ураганов. Территории разрабатывают их в рамках нового закона, который вступил в силу 4 августа. Те, кто заранее позаботился о страховке, в случае стихийного бедствия смогут получить больше, чем те, кто приобретать отказался. Здравствуйте, в студии для вас работает Александр Попко. Сегодня мы расскажем о самых заметных событиях дня. Сэвэки. В районе прошел оргкомитет, рассмотревший вопросы 12-го этнотуристического фестиваля. Российское движение школьников объявило об акции, в ходе которой активисты движения призывают помочь детям, пострадавшим от наводения в Иркутской области, собраться в школу. Сегодня понедельник, который открывает материал с планерки в муниципалитете. Две главные темы касали всех присутствующих и были внесены на обсуждение. Это подготовка к зимнему отопительному сезону и пожарная безопасность. Репортаж нашего корреспондента. Рабочее совещание понедельника началось поздравлений и слов благодарности. Поздравляли тех, кого не наградили в праздник по той или иной причине. Дальше планерка понедельника пошла по запланированному сценарию. На прошлой неделе первый заместитель главы района Алексей Рябцев был на совещании по подготовке к зиме в Лесосибирске. Одним из моментов стал вопрос о сборе средств на капитальный ремонт. Многие жители его не платят. Надо активнее работать с должниками. Глава района Ишмурат Гайнудинов отметил этот момент для специалистов. Также сказал он и о наполняемости бюджета. Налоги тоже платят плохо. А ведь это бесплатное питание для детей, кружки, секции и многое другое. Район переведен во второй класс опасности по лесным пожарам. Главы администрации поселков отчитывались по подготовке к началу отопительного сезона. Основные работы все по школе как бы закончили. Сейчас только домывают, зачищают и так далее. Все основные работы сделаны. По жилфонду и по печам пока еще не приступали. На котельные котла тоже пока еще нет. Значит, занимаемся покосом травы. Площади большие. Не накладно, но стараемся. На хоккейную коробку благодаря Полюсу и Матвиенко Андрею Анатольевичу мы завезли песок, 6 машин, для того, чтобы ребята могли там нормально заниматься. По мусору подписали еще 35 договоров. Всего у нас получается на сегодняшний момент 104. Значит, мусор собрали своей техникой. Пока стоит машина груженная. Машины Северонисейска пока не было. Значит, Татьяна Петровна подготовила список учреждений и филиалов предприятий, индивидуальных предпринимателей, с которыми также нужно заключить договор, потому что у нас как бы, ну, помаленьку, но много их. Вот поэтому они спрашивают, интересуются. Нам же сейчас отработан вопрос, что с ними, как эту работу организовать. Сейчас во всех населенных пунктах проводятся социальные рейды в семьях, например, в многодетных. Комиссия осмотрит наличие дров, пожарных оповещателей, отремонтированы ли печи и электропроводка. Но есть и другие проблемы. В Ангарше невозможно получить некоторые услуги. На вышел у нас работник банка, но не работает компьютер. Смысла того, что у нас вышло, нет. Также по почте у нас привезли компьютер. Люди не могут, пенсионеры, вернее, деньги на карты положить, и ничего, она не может никакие операции выполнять. Увозили на ремонт. В субботу привезли та же самая история. Они его забрали, вот по почте, например, да, они его забрали, какую-то программу там настроили, я не до конца не допонимаю. Но самое интересное, что в субботу привезли пенсии, привезли компьютер, и он не работал. А по Сбербанку объясняют, что на расстоянии они ничего сделать не могут. Устранить ту причину, которая возникла там, они не могут. Когда едет специалист на место, тогда она через 10 дней собирается вот. К социальной защите населения ведётся подготовка к акции «Помоги пойти учиться». Так называемые овощные выплаты получат 1097 человек. А в настоящее время детские сады посещают 159 детей. На этой неделе ждут подарки для первоклашек. Стоит отметить, что в рамках безопасности дорожного движения районам закуплено более 70 световозвращающих жилетов. А в управлении торговли готовятся к очередной дегустации. В пятницу можно будет попробовать молочную продукцию нового поставщика. В целом за месяц товарооборот предприятия составил более 8 миллионов. В минувшую пятницу в конференц-зале администрации Северонесейского района состоялось третье заседание 51-й очередной сессии Северонесейского районного совета депутатов пятого созыва. В работе и сессии приняло участие 14 депутатов районного совета. В повестку дня заседания было включено 9 вопросов. Подробности в сюжете далее. Депутаты рассмотрели 9 вопросов. Они касались разных сфер. Эта работа связана с реструктуризацией отрасли социальной защиты населения и сохранением дополнительных мер социальной поддержки граждан из бюджета района продолжено. Для этого депутатами было принято решение об изменении функции и задач отдела социальной защиты населения администрации района. А также внесены изменения в положение о поощрениях и наградах Северонесейского района в части действующих дополнительных мер социальной поддержки для лиц, удостоенных звания ветеран золотодобычи 20 и 25 лет. Продолжают совершенствоваться механизмы общественного контроля. Районным советом определен порядок выдвижения кандидатов из числа депутатов для участия в работе органов управления и контроля хозяйствующих субъектов. Актуализированы составы действующих совещательных органов и комиссии. Изменения коснулись состава административной комиссии Северонесейского района. Также персональный состав обновлен и в районной комиссии по противодействию распространению наркомании и СПИДа в районе. Уточнены границы района. Рассмотрение указанного решения на сессии было связано с тем, что в настоящее время выполняются землеустроительные работы по изменению описания местоположения границ муниципальных районов. При выполнении этих работ границы муниципального образования Енисейского района Красноярского края приведены в соответствии с текстовым описанием согласно закону Красноярского края. Учтены по границам земельных участков, сведения о которых содержатся в ЕГРН. Границы Северо-Енисейского района не изменились, а общая площадь не уменьшилась. Согласовали смежную границу двух территорий. Принята очередная поправка в бюджет района. На сессии также депутатами было подробно рассмотрено и единогласно принята очередная 11-я корректировка действующих решений о бюджете Северо-Енисейского района на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. Более подробно с принятыми на сессии решениями можно познакомиться на официальном сайте Северо-Енисейского района и в газете «Северо-Енисейский вестник». Елена Козлова, Анастасия Данченко, Виктор Потапчук, информационная служба. В третьей декаде августа пройдет 12-й межнациональный этно-туристический фестиваль «Севики. Легенды Севера». Его программа обещает гостям и участникам быть интересной и разноплановой. Большой оргкомитет с участием всех структур, задействованных в подготовке этого праздника, прошел в администрации муниципалитета. Семис разрабатывает условия ставок на победителя главного приза. Севики в районе знают все. Кто не знает, есть повод присоединиться к этому брендовому многонациональному празднику района. Хотите, поучаствуйте в команде любого поселка или учреждения. Хотите, оставайтесь в рядах болельщиков или группах поддержки. Роль найдется всем. Большим и маленьким. Главное – ваше желание. Для проведения праздника национальной культуры и спорта готовятся сегодня команды поселков и учреждений. Приглашены команды из северных территорий края. Ожидаются шаманы из Хакасии, Таймыра, Салтая. Даже гости из Республики Беларусь, с которыми у нас крепнут побратимские связи. Своих земляков организаторы, а их девять наших учреждений и партнеры, в том числе которых наша информационная служба, ждут, предоставив, как обычно, автобус. Хлопот у организаторов столько, что целый час обсуждались все детали этого торжества, выросшего из спортивного похода до межнационального этно-туристического фестиваля. Фестиваль должен быть на трезвую голову. Буквально друг за другом повторяли ведущий оргкомитет, глава администрации городского поселка Северо-Енисейский Нина Тифанова, представитель полиции Сергей Гончаров, главный врач СРВ Дмитрий Карымов, который, кстати, сказал, «Квас полезнее пиво, это я вам как врач говорю». Запрет даже на безалкогольное пиво для торговли прозвучал практически при полном молчании. Зато торговля готова нас накормить в походном кафе. В предварительном меню значатся горячий борщ, шашлыки, пироги и булочки, с десяток видов разных бутербродов и большой выбор прохладительных напитков. Потому денежки надо прихватить. От имени главы было приглашение об участии в рамках попросимости Солиборска на мероприятии, которому уже 12 лет с эваке «Легенды Севера». И вчера мы получили подтверждение. Что касается самой программы, то ее участники уже начали подготовку. Учат и венкийский язык вспоминают прекрасные «Легенды Севера». Спортсмены формируют команды. Нужны сильные, выносливые и ловкие спортсмены, чтобы на скорость пройти тропу охотника, опередить всех участников на катамаранах, прослыть первым рыбаком и метким стрелком. СМИ района прописаны в положении о фестивале как партнеры. Потому на газетных полосах мы через несколько дней поставим условия прогноза на победителя. Первой может стать только команда, которая покажет себя в творческом и спортивном конкурсах. Приз, говорят, уже ждет своего хозяина в тиши одного из кабинетов культуры. Если у вас есть вопросы, вот телефон для контактов. 21-9-50. Елена Козлова, Александр Ейскин. Информационная служба. Рюкзак для друга. Так назвали всероссийскую акцию помощи школьников страны с верстником из пострадавших районов Иркутской области. Наш район присоединяется к этой акции. Надо собрать необходимые школьные принадлежности для школьников, пострадавших от наводнения. Как будет проходить акция, какие открыты пункты помощи и где купить школьные рюкзаки, а также кто уже присоединился к акции, расскажем прямо сейчас. Первое сентября – традиционный день знаний. День, когда для школьников всех возрастов прозвучит первый звонок нового учебного года. Для первоклассчик он будет действительно первым. Для выпускников этот звонок прозвучит в последний раз. Тем не менее, первое сентября – это всеобщий праздник с новыми планами и радостями, взлетами и неудачами. Увы, не все могут радоваться наступлению этого события. Например, ребятишки из затопленных районов, городов и сел Иркутской области. Стихия унесла имущество – родной дом. Но как и водится на Руси на помощь придут жители других регионов. Для этого и начался сбор гуманитарной помощи в рамках акции. Объявлена всероссийская акция. Называется она «Рюкзак для друга». Акция проходит под эгидой Агентства молодежной политики Красноярского края. Наш северо-енесейский район, разумеется, не остается в стороне. Акция проводится до 18 августа. Мы на своей территории закрепили ответственных представителей молодежного центра. И до 12 августа будем осуществлять сбор необходимого для того, чтобы пойти в школу, оборудования всего. Это рюкзак, либо портфель. Это вся необходимая канцелярия. Поэтому мы приглашаем всех жителей принять активное участие в этой акции. Своё согласие на участие ожидали городообразующие предприятия и учреждения района. Соврудник, приз, Дражный, УКР, Управление торговли и РУО. Последний готовый передать в ДАР 16 укомплектованных рюкзаков. Правда, собирать рюкзак необходимо строго по списку, по всем правилам сбора гуманитарной помощи. Уточнить список можно в молодежном центре. Дата окончания сбора рюкзаков – 12 августа. Ведь еще необходимо рюкзаки пересчитать, принять пакт и успеть отправить в пункт сбора в Красноярск. А пункт приема гуманитарной помощи в городском поселке Северонесейске находится в молодежном центре «Аурум» по адресу Советская, дом 7. По всем возникающим вопросам можно обращаться по телефону 21 930 или 8 933 322 22 76. Наталья Колесник, Виктор Потопчук, Северонесейск, информационная служба. Сегодня понедельник, а значит настало время нашего очередного книжного обозрения. Эта рубрика не только для тех, кто любит читать, но и для тех наших земляков, которые следят за новыми поступлениями книжных новинок для взрослых и детей. Этой информацией с вами поделится директор детской районной библиотеки Анна Голубева. Здравствуйте, дорогие наши читатели! Мы провели небольшую анкету и узнали, что одними из самых любимых ваших героев являются ведьмы и феи. Тема нашего обзора сегодня – ведьмочки и феечки. И начнем наш обзор сегодня мы с ведьмочек. Хочу рассказать вам об уникальной книге. Ее написала Джил Мерфи. Называется «Украденное чудо». А что же такое чудо? На самом деле чудом является в этой книге абсолютно все. Эта книга о очень нерадивой ведьмочке Милдред. Почему нерадивой? Потому что у нее постоянно что-то падает, разбивается, не получается. Но не сегодня. Сегодня Милдред придумала совершенно уникальное заклинание. Это заклинание сделает настоящее чудо. В нее поверят каждый учитель академии. Но, знаете, Милдред не была бы собой, если бы ее заклинание не пропало. Да ладно бы заклинание. Дело в том, что у Милдред была черепашка. И именно на этой черепашке она хотела и опробовать свое заклинание. Что же у Милдред получится? Куда же пропало ее заклинание черепашка, вы узнаете, прочитав книгу про Милдред. Поверьте, чудеса начинаются. Кто из вас не любит сладкое? Лично я просто обожаю. И, наверное, вы знаете, что когда у вас выпадает молочный зуб, спряча его под подушку, непременно придет зубная фея. Хо-хо-хо. Если все было так просто. Если есть зубная фея, 100% есть зубная ведьма. И в этом убедился Алфи. А Алфи и дня. Да что там дня? Он даже часа не может прожить без конфеты. Поэтому с зубами его, конечно, да, есть проблема. И вот в городе появился новый стоматолог. Да не просто стоматолог, это настоящая зубная ведьма. Что же делать Алфи? Нужно лечить зубы? Очень хочется есть сладкое. А наша стоматолог настоящая ведьма. Вот что делать будет Алфи. И кто такие зубные ведьмы, вы узнаете из этой замечательной книги. Да-да, чудеса продолжаются. И они не всегда добрые. Если в мире есть ведьмы, то, конечно же, в мире должны быть добрые феи. Но, вот вы знаете, очень-очень повезло Элле. Дело в том, что ее мама самая-самая замечательная в мире. Как каждая мама в мире. Но не просто так. Она у нее еще и фея. Стоит только трижды топнуть ногой, хлопнуть в ладоши, сказать маршмеллоу. И да, мама Эллы сразу превращается в фею. Она обожает колдовать. Она и дня не может прожить без веселого волшебства. Вот однажды она превратилась в обезьянку. И Эллу превратила тоже. Весело было первые полчаса. А потом, знаете, ну, наверное, не очень охота оставаться всю жизнь обезьянкой. Что же будет с Эллой и ее мамой, вы узнаете в книге Софикин с Эллы. Волшебство кувырком. Хочу рассказать вам о целой Академии Грез. Кто же учится в этой Академии? В этой Академии учатся девочки, которые, когда вырастут, станут самыми настоящими собирательницами желаний. И давайте познакомимся с некоторыми из них. Вот Астра. Она самая лучшая спортсменка в Академии Грез. А кто еще учится в Академии? В Академии учится Адора. Она обожает науку и моду. Как же это совместить? А вот она решила, что она станет самым настоящим ученым-дизайнером. Что у него получится? Посмотрим. Или, например, Тесса. А кто же такая Тесса? Тесса обожает готовить и удивлять. Да-да, ее десерты и супы станут настоящим волшебством. Девчонки собирают желания. Дорогие мои читатели, загадывайте желания, читайте книжки, и они непременно сбудутся. Девчонки из Академии Грез вам это обещают и гарантируют. Все эти и многие другие книжки ждут вас в Центральной детской библиотеке по адресу Ленина, 52, с понедельника по пятницу с 9 до 5, а обед с часа до 2. Также мы ждем вас на нашей страничке ВКонтакте и в Инстаграм. До скорых встреч! В минувшую субботу в районном центре прошло масштабное мероприятие «День физкультурника», которое по традиции сплотило жителей совершенно разных возрастов. В программе спортивного праздника выполнение нормативов ГТО, разнообразные соревнования и, конечно же, награждение лучших спортсменов. Подробности праздника смотрите далее. К 10 часам утра к площади районного дома культуры «Металлург» начал подтягиваться народ. Открылась регистрация на массовый оздоровительный забег «Стартуют все». Спустя час началось торжественное открытие. Первый заместитель главы района Алексей Рябцев поздравил всех с праздником. Дорогие земляки, занимайтесь физической культурой и спортом. Приобщайте к спорту своих детей, свои семьи, своих друзей и товарищей. Желаю всем крепкого здоровья, новых спортивных успехов и побед. С праздником вас! В 11.45 был дан первый старт забега, но перед этим активисты молодежного центра провели веселую разминку. После того, как к финишу прибежала последняя группа и были подведены итоги забега, начались соревнования по волейболу среди женских команд, мини-футболу, городошному спорту, а также сдача нормативов ГТО. В волейболе первое место заняла команда спортивного клуба «Север», а в мини-футболе и городошном спорте лучшими стали команды «Полюса». Более подробно об этом и не только смотрите в одном из следующих выпусков новостей. Большой праздник золотодобычи в Северной Тайге, несмотря на пасмурный и ветреный день, был полон тех прекрасных красок и положительных эмоций, которые дарили друг другу все его участники. А хлебосольные хозяюшки и мастера разных ремесел особенно. Играющих на ложках в России очень много, практически в каждом народном ансамбле. Да и дома, нет-нет, да, берешь в руки две заблудшие ложки из прошлого века, под хохлому, да, выпьешь ритмические звучания. Но есть свои ложкари и в Северной Сейском районе. А вот людей, которые делают ложки, причем особенные, пожалуй, найти трудновато. Мы нашли такого умельца на празднике золотодобычи. Наша съемочная группа буквально замерла с камерой в руках возле интересных деревянных ложек и лебедушек на счастливую семейную жизнь. Что из этого получилось, узнаете из авторской программы Елены Козловой «Родные люди». А мы с вами прощаемся. До новых встреч. Что за чудо! Ложки настоящего дерева с запахом тайги и обитателями на них. Вот Мишка Косолапый взобрался, как по стволу кедра на ложку за шишками. Вот рыба из бурной северной речки приплыла и будто замерла на другой ложке в нерешительности. Птицы-лебеди прилетели к целой стае, то ли счастьем поделиться, то ли на праздник посмотреть. А вот и хозяин этих чудесных творений Андрей Анатольевич Айгишев. Его фамилия с мордовского языка, как гласит семейное предание, переводится как «человек луны». У него не прилавок на подворье городского поселка Северо-Енисейского, а просто музей деревянного зодчества. Да и только. Чисто русского, то есть именно коренные вот эти вот промыслы, которые, ну как, сейчас возрождаются, начиная с 2000-х годов. Я как участник уже с первого, наверное, самого первого фестиваля в Мир Сибири, он, Татасенское кольцо, начинался. Я каждый год езжу, вот за исключением, вот несколько раз не попадал из его работы. И что, ложки пользуются спросом, успехом? До сих пор. Да вы что? У меня внуки ими тушают, даже у них каждая своя персональная ложка. И они, не дай бог, если кто-то из них возьмет чужую ложку. Кто ел из моей чаши? А вот это вот среди всех, вот здесь рыбки и медведи. Вот ваша какая любимая, у вас какая? У меня дома три ложки вообще. То есть я крошку ем медвежьей, например, уху ем, и такие борщи я рыбными ложками. А третья? А третья ложка у меня жена пользуется, она обжарку делает ей, когда готовит пищу. Это какая-нибудь? Нет, она как раз с медведем удобно. А вот это еще разнообразно. Она почему? Потому что удобно, потому что она сковородку на край кладет, ложку, она упирается. У вас дома мастерская или где-то в гараже? Нет, я тут на дому. Я на дому занимаюсь. И ничего? Все-таки пыль какая-то? Никакой пыли абсолютно. Если все по уму делать правильно, то никакой не пыли, ничего. Но зато запах в доме стоит, как в лесу. Я когда режу ложку, я режу как для себя. Поэтому вот эти эмоции, когда люди покупают, когда особенно звонят, пользуются. Вот сейчас в Самару увезли три ложки с медведями, и оттуда прислали фотографию, что вот сидят и окрошку ими кушают, чтобы доказательство того, что действительно они это. Оно вот, знаете, согревает. То, что люди оценили, то, что это вложен труд, что это мастерство все-таки, не так просто. Я делаю вещи, которые не для того, чтобы я их купил и поставил как декоративное, как сувенир. А я делаю вещи, которыми можно пользоваться. Представляете, суп можно есть, старинные технологии, а тут медвежонок. Таких любопытствующих досмотрителей товара на праздничном подворье золота талантов районного центра много. Просто здорово, что они вклиниваются в наш разговор, принося свои эмоции и удивление. Светлана Ивановна, оцените товар. Слушай, самое интересное, проиграла в крестике нолики. Я, главное, знаешь, играю и ставлю себе как правильно, а не смотрю, как она ставит. Вот представляете, да, технология такая, супец можно, окрошку можно. Классная вообще. Я вот тоже думаю, может, кто это сам, чего как-нибудь убить. Вот я единственный в мире на сегодняшний день, кто режет. Расщепленную птицу счастья делают все. Лебедя, символ семьи, символ семейной любви делаю я один в мире. У меня ежегодно до тысячи штук разлетается по всему миру. То есть за границу, здесь, по России. То есть вот сейчас у меня недавно на бракосочетание здесь покупали, увозили людям в Красноярск. И даже поверье есть, кому дарили лебедей на бракосочетание, ни одна свадьба не развалилась. Да вы что, замечательная традиция. А идея как пришла? А идея пришла. Я в свое время, как сказать, я сел как мастер, да, и под себя подумал. Хотел тоже птиц расщепленных делать, вот архангельская птица счастья. Но как мастер подумал, что я среди остальных мастеров просто растворюсь. И я решил сделать, чтобы у меня тоже была птица счастья, но она несла какой-то узкий смысл. Вот. И кардинально отличалась. То есть как моя визитная карточка, чтобы была. И у меня родилась просто, мне попала случайно книга, что к нам в Венкию сюда прилетает размножение лебедь-каликун. Больше никуда не летает. И я сразу сел, что такое лебедь зацепился. Лебедь символ семьи, символ семейной любви, символ верности. И все, я в 2000 году первый раз попробовал. Получилось первое неуклюжие, конечно. А потом дальше я добился изящной формы вот этой вот. И размеры вот у меня это три размера здесь. Вообще еще у меня еще три размера не успел вырезать просто. С универсиады Андрей Анатольевич приехал с пустыми сумками. Продал все подчистую. Иностранцы радовались у прилавка, покупали. Но, как сам говорит, больше спрос у наших людей. Вот дает Северо-Инисейский. Написал «Золото талантов». И таланты вот они, как на ладошке. Мне очень понравилась и доска. Посмотрите, какая. То есть каждая хозяйка будет рада купить, потому что размерчик есть и поболее. Вот это вот купишь вот такую, повесишь дома. Счастье будет. Счастье будет и семья будет на месте. Ну, это ложки для крошки, а это ложки для супа. Поэтому замечательный мастер. Традиции блюдет просто. Если бы я это делала, я бы сейчас вот так вот преподнесла вам. Спасибо большое. Будем брать. Будем брать. Обращайтесь, обращайтесь. Вам лебедь-то помогает жить семейной жизнью? Ну, вообще-то уже 19 лет с супругой живем. То есть вот в 2000 году, как познакомились, лебеди нам, как говорится, соединили. До сих пор живем, пока не выгоняют. А кто для вас родные люди на этой земле? А все мои близкие. По жене, по мне. Роднее нет. А вы с каких краев будете? Род ваш родительский? Ну, как сказать. Вообще родился в Красноярске в свое время. В силу потом определенных причин жили здесь Епишино. Вот, рядом. Потом, три года назад еще жили в Лесосибирске с супругой. Просто сюда было приглашение. Приехали сюда, работаем, живем здесь. А вообще детство, бабушка откуда? Супруга у меня сама Суфрудниковская. А это близкая вот это. А вот дальше? Что знаете о своем дете? Где он жил? Где родился? Знаете, как сказать? Дед мой вообще из раскулаченных по материнской линии. Так что с Хакасией корни по материнской линии, да? А по отцовской линии у меня родова. Мы в Санкт-Петербург сосланы сюда по отцовской линии. Бывший наследник двух царских генералов. Да? Вот так вот. Ну и сам бывший кадровый военный. Да? Да. Ну вот и я выбрала себе две ложки. Одну супчик есть, другую окрошечку есть. Наоборот, да, получается. Иногда, наверное, когда будет очень плохо, буду вспоминать человека Луны и играть на ложках. Играет музыка